скрабукинг я люблю из-за того что этот вид творчества включает в себя сразу несколько других видов здесь и вязание и макраме и вышивание и шитье обязательно то есть включает очень много других видов творчества здесь невозможно заскучать или как-то он не надоедает каждый день можно искать новое направление и находить все более интересные грани этого творчества сегодня про анастасию богданову и станицы зеленчукской можно с полной уверенностью сказать это настоящий мастер скраб букинга оригинальной техники декорирование и оформления фотоальбомов ежедневников создание оригинальных открыток а ведь этим видом творчества она занимается всего около двух лет последнее время я работала фотографом и занималась как я уже потом узнала это тоже называется цифровой скрабукинг и мне хотелось чтобы это было сделано из бумаги из кружева из декора чтобы не мышкой на мониторе в компьютере чтобы это все было более живое душевное и тогда я начала обращать внимание на работу других мастеров находила их на просторах интернета мне очень понравилось это заинтересовало и я начала искать обучение мастер-классы какие у нас здесь по республике очень хотелось попасть именно на живой мастер-класс в республике специалистов анастасия не нашла поэтому стала осваивать новую профессию в интернете училась онлайн начинала с открыток это самое простое что может сделать новичок как ни странно ее изделия сразу же стали уходить на ура дальше больше постепенно набираясь опыта анастасия перешла к более сложным работам стала создавать оригинальные альбомы первый альбом я пыталась сделать с фотографиями ребенка в новогоднем такой в новогодней тематике чтобы он был но как у большинства мастеров конечно же он остался недоделанный и уже даже не знаю где его сейчас искать изначально техника скраббукинга применялась именно для декорирования фотоальбомов помните солдатские дембельские альбомы это ведь тоже скраббукинг сегодня его чаще всего применяют свадебных альбомах фотоальбомы для новорожденных а также при оформлении личных дневников и ежедневников стилей в скраббукинге очень много например шиби шик отертый шип когда основные элементы декора искусственно состаривают винтаж декоре использую старинные фотографии картинки mix media то есть смешение стилей когда я только начинала больше всего меня привлекали работы в стиле шиби шик но как бы парадоксально это не было у меня пока на данный момент еще нет ни одной работы в этом стиле это очень такой нежный винтажный постельных тонах обязательно с кружевом ну вот почему-то я еще пока не сделала один у меня альбом в процессе пока в этом стиле но еще пока его не закончил очень много разных направлений нужно именно пробовать все чтобы понять что больше подходит конечно мастер можно по-разному сочетать разные техники материалы цвета и создавать из них неординарные работы но чтобы услышать свой адрес как же стильно получилось необходимо понимать основу каждого стиля создавать композицию так чтобы не было ничего лишнего а все элементы гармонично дополняли друг друга это классический скрабукинг здесь нет это не микс медиа здесь я не использую краски это не шиби шик потому что здесь присутствуют яркие тона стиль шиби шик полностью постельные тона то есть это обычный классический скрабукинг который из вырезания каких-то и вырезанных элементов декор цветы добавлены большинство моих работ сделаны в таком американском стиле хотя раньше он меня абсолютно не не привлекал но мне вот он дается легко у меня получается неплохо вот именно в этом стиле работа в нем строгие элементы нет никакого кружева такого что то есть полная противоположность как раз тому который мне стиль нравится стиль шиби шик вот полная противоположность но вот как ни странно мне получается в нем работать теперь спустя время анастасия может дать совет как из чего начинать создавать свои маленькие шедевры например для открытки потребуется дизайнерских картон специальная скраб бумага чтобы комбинировать различные цвета и элементы перед началом любой работы составляется скажем так план смета то что будем делать и называется это скетчи то есть зарисовывается приблизительно что где будет расположена где будут находиться пусть это будет альбом и потом уже потому что это это творчество это вдохновение сегодня я решила одно завтра может что-то поменяться и уже согласно этих скетчей продолжается работа тогда но где-то что-то может впоследствии можно изменить настоящий скраб букинг далек от детских подделок и ему нужно учиться поэтому лучше начинать сразу с качественных материалов и инструментов только по работам со специальными скраб материалами можно понять захотите ли вы продолжать или лучше поискать другое занятие по душе скажу сразу инструментов материалов нужно очень много чтобы было разнообразие ассортимент было с чем выбрать что использовать в конкретной работе специализированные магазины для этого есть в которых продается именно материалы для скрабукинга все это я покупала там когда я начала уже делать именно альбомы я не стала скажем так ступиться и взяла сразу хорошие инструменты потому что мне это нравилось я знала что я буду этим впоследствии заниматься скраб букинг дорогостоящее предприятие изделия должны быть визуально привлекательными сохраняя свой внешний вид многие годы поэтому материалы должны быть качественными и красивыми на старте анастасия покупала много ненужного в скраб магазинах тратила на это большие деньги вместе с опытом появился и другой подход раньше приходилось весь абсолютно весь декор покупать искать в магазине но здесь отсутствовал факты индивидуальности и тогда вот я захотела попробовать сама сделать те же цветы и другие элементы декора последнее время я начала пробовать себя вот именно в цветоделии и это можно выделить как отдельный вид искусства сейчас постепенно я прихожу к тому что весь декор который я использую своих работах но практически есть я делаю сама вплоть до того что вот уже цветы и ягоды я тоже хочу вам же делать сам во первых это значительно экономить семейный бюджет говорит мастер а во вторых именно такие украшения помогают создать индивидуальный проект выразить свое видение задуманного на самом деле здесь тоже очень много нюансов подбор ткани и обработка ткани все это очень интересно на самом деле и в то же время это дает возможность сделать цветы конкретно под какую-то коллекцию то есть не покупать их у другого мастера который занимается цветами а именно сделать в твою цветовой гамме палитре которая мне нужна именно таких больше не будет ни у кого это абсолютно индивидуальность сегодня анастасия богданова признанный мастер склоробу кинга ее открытки фотоальбом пользуются неизменным спросом и расходятся не только по карачае тюркисти но и по всей россии этот альбом наверно один из самых моих любимых здесь фотографии с нашей семейной фотосессии получился такой уютный какой-то очень близкий такой дорогой классический скажите какие альбомы пользуются наибольшей популярностью и как вот вы их выдавить и продаете какие альбомы больше пользуется ну здесь на каждый вид найдется свой оценитель так скажем и были у меня заказы и на альбомы в классическом исполнении и более попроще варианты которые поэтому чаще всего конечно заказы приходят из соцсетей работать скраббукинги непросто признается анастасия на изготовление одной только открытки может уйти несколько дней что уж говорить про альбомы тут без терпения и усидчивости никак не обойтись но зато как увлекательный сам процесс предсказать конечный результат невозможно ведь каждый раз это разные материалы другое настроение другой полет фантазии как и в любом другом виде творчества самое главное должно быть вдохновение и желание творить красоту приносить в этот мир что-то прекрасное